Всем привет, друзья и гости канала. Сегодня речь у меня пойдет о мускусных утках и о кидалово на OLX. Вот здесь у меня утки сидят с индюками. Здесь у меня утки сидят с гусями. Здесь у меня немножко грязно. Там в следующих загородках у меня тоже утки сидят и сидят утки у меня с курями. То есть утки у меня занимают практически всю территорию моего хоздвора, моего времени и моего сердца. Потому что эту птицу я очень полюбил. Вот вчера я разговаривал своим другом тоже об этих утках. Он там на выставке себе купил утака белого. У него получилось от его обычных уток и от этого утака шикарное утята, потому что они все пошли в него. Он там мне говорил, что это просто класс, а не утята. И я же ему говорю, что если бы мне кто-то там лет 10 назад сказал, что я буду заниматься мускусными утками, я бы никогда не поверил и сказал бы, что вы не дружите с головой, потому что это самая ужасная птица, которую я мог видеть вообще в жизни. Начиналось у меня все из обычных красных уточек. Ну а увидел я первых мускусных уток еще в своем глубоком детстве. И это были вот такие обычные черные утки. Вот у меня есть один представитель. Вот эта уточка. Она уже старая. Это еще те утки, которых подарили моей знакомой. Ей кума привезла. Так их никто и не зарезал. Вот они бесхозные ходят. Они живут у меня отдельно. Никакие утки с ними не спаривались. Утят от них не было, для того, чтобы не мешать здесь нормальных своих уток. Ну я думаю, ну там килограмм уточки, где-то около трех килограмм уток. Это же просто ужас. Думаю, жрут они, кто знает сколько, растут долго. Ну вороны, никогда в жизни такую птицу держать не будут. Потом я узнал, что есть красные, они побольше. Давай заводить красных. Нашел себе красных. Потом же переключился на голубых, а потом уже нашел вот этих белых. Вообще я доволен. Шикарные утки. Ну один минус, что они очень набирают вес и плохо сидят на яйцах. Вот это у них один. Ну если держать их для мяса, то они просто шикарные. Для того, чтобы получить утенка, нужно просто немножко менять для них рацион и все будет нормально. История у нас пойдет о том, как покупать яйца на Олыксе, как не попадаться. Ну хотя от этого никто не застрахован. У меня есть знакомая, с которой мы тоже познакомились благодаря мускусным уткам, благодаря моему ютуб каналу еще первому. Это Наталья. Очень хорошая женщина. Мы с ней подружились. У нас теперь разные темы для общения, не только утки. Ну и мы с ней уже давно как бы дружим. Разговаривали о том, как завести где-то еще у нас на Украине найти нормальных уток. Но нигде, как бы грубо говоря, их нормальных нет. Есть одно объявление на Олыксе. Там мужчина выставляет своих красных уток. Пишет, что они из Германии. Там что такие 8 килограмм, уточки 5. Яйцо у него там 80 гривен. Это конечно не очень дешево. Ну и мы как-то вот разговаривали за это объявление, чтобы купить там хотя бы несколько яиц и получить оттуда каких-то уток, чтобы можно было мешать потом кровь. Ну и яйцо так и держалось 80 гривен. Конечно, это не маленькая сумма. Ну а потом оно раз и резко впало до 30. Ну и она воспользовалась шансом и купила эти яйца. Утятка вывелись из 20 яиц, если я не ошибаюсь. То ли 13, то ли 12. Ну и не буду врать точно. В комментариях напишите точно, сколько их было. И потом за некоторое время эти утята все подохли. У меня версия только одна. Яйцо просто долго собиралось, клиентов никаких не было на это яйцо. И он для того, чтобы оно полностью не пропало, сбросил цену, чтобы заработать хоть какие-то деньги. И вот так получилось, что деньги потратили, а утят никаких не получили. Ну утята были, но они умерли. Так что будьте осторожны, когда вы покупаете что-то через OLX. Я уже не первый раз говорю, что когда вы собираетесь что-то заводить, то лучше всего брать уже взрослую семью. Или это подрощенная уже молодняк готовый, или это взрослая проверенная семья. Ну нужно покупать у тех людей, в которых вы уверены. На рынках лучше не покупать, потому что продают всякое Г, которое уже не надо, которое списывают. Никто за нормальные деньги его не будет покупать. Вот если у меня, например, я брал себе одного утака, он обошелся мне в 1700, то мне бы сказали, что я совсем с головой не дружу. Пальцем около виска покрутили, бы сказали, что за него 300 гривен никто не даст. У меня вот на днях знакомый пришел, хотел взять себе две уточки, посмотрел на холмогоров и говорит ко мне, почем ты их брал? Ну я ему говорю, 2000 штука. Он говорит, да никогда в жизни я бы за гуся столько денег не дал бы. То есть у нас люди не понимают, что если что-то нормальное, то за него нужно заплатить, чтобы что-то получить от него нормальное. Ну а еще нужно же я вам говорю, покупать у тех людей, в которых вы уверены. Вот я не раз уже тоже попадался, покупал яйца от Брама, у меня есть видео, кто смотрел, у меня Брама ни одной не вылупилась, потом знакомые покупали яйца, у них вообще яйца пришли, маркированные СТБ, так что таких случаев много, просто мы о них еще не знаем. А в миру очень много таких случаев входит, так что будьте осторожны, заказывайте яйца. или птицу у проверенных людей, чтобы потом не было у вас никаких казусов. Вот я когда ездил за своими утками, которых привез, там есть видео поездка за мечтой, мечта дома. Почему я их забирал, потому что я знаю, что в Украине я уже не найду таких уток с таким качеством, которых я забрал. Если бы их забрал кто-то, неизвестно, с кем бы они уже мешались и что бы там уже получилось. То есть, хоть я все деньги потратил и влез в долги, но я знаю, что у меня теперь будет несколько семей, они все будут чужеродные, с кем можно мне уже мешать кров и делать новые семьи. Вот такие у нас новости, так что будьте осторожны, чтобы потом не было у вас таких неприятных нонсенсов. лучше все-таки подождать, найти что-то нормальное, чтобы было гарантия, что оно будет у вас хорошее и тогда взять. конечно, я тоже попадался и не раз, потому что хотелось всего и хотелось сразу. Вот здесь тоже, смотрите, это обычная утка, вот разницу сразу видно, где вот нормальная утка, а где идет ненормальная. Что те утки, вот, что те утки, вот. Это как белая ворона, это как большая утка. это даже даже больше как обычный утак, вот эти белые утки. И то здесь у меня оставлены не самые большие, потому что самых больших я не оставляю. Они несутся немножко хуже и сидят они тоже плохо. На этом у меня все, всем спасибо за просмотры, берегите свои деньги, свое хозяйство, всем хорошего дня, всем пока-пока.